Очень похоже на тоннель, согласитесь. Как в одном помещении создать комфортные условия для рабочих, конструкторов и менеджеров по продажам? Такой вопрос стоял перед руководством обосновавшейся в этом офисе компании. Ответ нашелся быстро. Стиль хай-тек, звукоизоляция для производственного цеха, длинные коридоры и просторное открытое пространство. Человек, когда находится на работе, ввиду того, что он находится на работе буквально 30% своей жизни, он должен находиться в таком же месте, в таком же интерьере, как и дома. Поэтому не должно быть каких-то строгих стен, не должно быть такого, чтобы на человека что-то давило. Владимир, выбирая интерьер для собственного бильярд-кафе, поставил перед дизайнерами четкую задачу – сделать акцент на безопасности для гостей, минимализме и лаконичности. Бильярдных в Минске относительно немного, и у них у всех более-менее одинаковый вид, интерьер. Ну, мне хотелось сделать что-то интересное, какое-то вот такое место, которое будет и стильным, и комфортным, и сами видите, какие здесь огромные пространства и по длине, и по высоте. Вот, поэтому хотелось сделать что-то интересное, приятное для гостей. Стильная обстановка и запоминающиеся детали, конечно, важны, но руководители предприятий все чаще задумываются не о красивой приемной, а об оптимизации производственного процесса и удобстве для сотрудников. Ведь если человек будет чувствовать себя на рабочем месте комфортно, то и производительность труда будет расти. От этого напрямую зависит и прибыль предприятия, и зарплаты. Именно это главный тренд в промышленном дизайне во всем мире. Мы делаем свою работу профессионально, и делаем ее таким образом, чтобы человеку было прозрачно, что я буду иметь на этом этапе, что я буду иметь на следующем, кто мне нужен для того, какие бюджеты мне необходимы для того, чтобы реализовать это все, и какими этапами это будет все реализовано. А вот как будет выглядеть офис, вариантов много. Минималистичные элементы стали более плавными и округлыми. Одна из главных тенденций сейчас – арочный проем. Другая крайность – максимализм и эклектика. Ротанги, сложные фактуры и золотые обои. В прошлом году был в моде цвет марсала в классическом интерьере, или изумрудный цвет. В этом году, как-то вот после всех выставок и просматривая журналы, мы видим, что в тренде более-таки синие цвета, сине-зеленые, таракотовые. Что же касается цены вопроса, цифры за дизайнерские услуги варьируются от 5 до 150 долларов за квадратный метр. Такая большая разница – результат отсутствия регламентации на законодательном уровне. Что проект на 10 салфетках, что проект на 100 страницах – это имеет абсолютно одно и то же определение – дизайн-проект. Отсюда возникают все разногласия, потому что дизайн-проект, он, по сути, должен ответить на все вопросы, которые возникают перед строительной командой, перед заказчиком, перед всеми субподрядчиками и подрядчиками, которые будут работать над объектом. Несмотря на то, что история дизайна интерьера насчитывает 10-30 лет, она по-прежнему находится в стадии формирования. И в современном мире пользоваться услугами дизайнера – не просто правило хорошего тона, но и необходимость, чтобы жить и работать максимально комфортно. Екатерина Кардаш, Родион Кабанович, Илья Братенков. «Наше утро». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова